всем привет дорогие друзья привет мы находимся в афьоне их сани и здесь мы сейчас будем кушать пиде которую которые пекут в печи но сначала покажу вам настоящий афьонский хлеб многие из вас его уже знает но покажу как его пекут мы приехали в их сани их сани это небольшой район который прикреплен к афьону из их сани из деревни у меня много видео на канале сейчас мы приехали сюда по кое-каким своим делам и заодно хочу вам показать что здесь есть интересного ну и конечно же друзья не забывайте заходить на нашу группу в фейсбуке там айхан всегда делает прямые эфиры на фейсбуке не забывайте заходить на сайт нашей компании все есть в описании к этому видео и не забывайте о том что в описании к моим видео есть ссылка на сайты где можно забронировать туры отели и билеты по скидкам пока мы ждем пиде нас угостили турецким чаем турецким чаем на свежем воздухе после долгой дороги просто супер ну и конечно же спасибо всем тем кто нас поддерживает если вы считаете что наша работа полезна и интересна можете угостить нас чашечкой кофе как это сделать находится в описании к ну а сейчас давайте пройдем маленькое кафе и одновременно пекарню где пекут кли хлеб пиде в общем все самое вкусное как выглядит пекарня пекарня выглядит вот таким вот образом здесь делают деревенский хлеб здесь делают пиде с сыром с мясом здесь делают всякие разные для празднований на заказ пекут тоже пиде и торты пироги конечно же бывает суп и самое главное здесь пекут деревенский хлеб вот этот хлеб был выпечен совершенно недавно стоит он 5 лир и покажу вам как выглядит печь сейчас хлеб находится в печи и буквально через пять минут хлеб будут вынимать из печи горячий хлеб вот здесь вот дрова которые используют для выпекания хлеба здесь замешивают тесто и печь выглядит вот таким вот образом на такой вот длинной длинной штуке хлеб будут доставать из печи в общем когда будут доставать обязательно покажу ну и вот этот хлеб афьонский он особенный тем что очень горячий до сих пор совершенно недавно его вытащили из печи и хлеб очень горячий и этот хлеб делают с картофелем хлеб готов и его достают из печи горячим этот хлеб не едят потому что он достаточно мягкий ждут когда остынет и только тогда тогда едят смотрят какой готов какой-то не готов и сейчас сейчас в этой печке будут делать нам пиде вот эти вот готовы из их сани по дороге мы быстренько заехали в нашу деревню и помните друзья в прошлых видео я вам показывала что все померзла и виноград тоже замерз виноград восстановился в общем покажу что у нас сейчас с огородом приехали мы буквально на несколько минут чтобы собрать зелень для салатов и посмотрите какие у нас здесь распустились шикарные розы ну и конечно же виноград виноград не умер виноград восстановился виноград посмотрите какой сочный то у нас здесь картошка картошка посмотрите выросла она восстановилась после морозов слава богу все с ней хорошо ну и капуста зелень это перец у нас это перец посадили в общем вот такая вот пока не пока еще не пока в общем сейчас пройдем перец как вырос посмотреть вы когда-нибудь видели как цветет перец а перец цветет вот так так что у нас тут деревом но дерево как я вижу в таком же состоянии ничего не изменилось но немного огород восстановился вот они новые все саженцы все потихоньку восстановилась и теперь до осени будет расти сейчас мы соберем зелень и поедем обратно посмотрите какая выросла зелень шикарная просто обалдеть приехали в деревню всего на пять минут по дороге в другое место но посмотрите какая здесь красота вы видели какая растет капуста это что-то невероятное солнце уже заходит и мы едем обратно а 6 а а и а Вот такие вот маковые поля, мак только-только распускается и посреди белого мака можно увидеть и фиолетовые цветы. В общем, красота просто неописуемая, но мак еще только-только распускается. В описании к этому видео смотрите любое видео, где я снимала, прямо на полях мак. Но сейчас мы едем в сторону Афьона. Дорогие друзья, наступил следующий день, мы чуть позже отправляемся обратно в Аланью. Сегодня мы завершили наши дела, но в понедельник опять возвращаемся в Афьон. И я вам расскажу в следующих видео, какие у нас здесь были дела. И для вас это, я думаю, будет сюрприз плюс... В общем, все будет в следующих видео, когда все уже точно прояснится. Ну а сейчас этот район многие из вас уже знают. Здесь же вот брат Айхана. И мы сейчас идем, конечно же, покупать афьонский хлеб. Наши друзья-соседи попросили привезти им хлеб, и всегда, когда мы едем из Афьона, мы всегда покупаем хлеб. Сейчас пекарню в маленьком местечке под названием Ихсаня вы видели. А сейчас покажем вам пекарню, которая здесь. Хлеб стоит 5 лир, стоит огромная буханка хлеба. В Афьоне стоит очень хорошая погода. И Афьон, конечно же, зимой здесь выпадает снег, бывают заморозки. Но обычно летом здесь очень-очень тепло и нет влажности. В этом районе, в таком спальном районе, конечно же, есть магазины, школа. Сюда приезжает рынок, и посмотрите, какая здесь классная зеленая территория и домики четырехэтажные. В общем, супер место, а сейчас идем в пекарню покупать хлеб. Пару лет назад здесь была пустая территория, а сейчас, видите, сделали вот такой вот парк, дорожки для ходьбы, для занятия спортом. И вот такая вот зеленая территория, чтобы можно было сидеть вот в таких беседках, ну и просто для того, чтобы зелень была на территории вот этих вот спальных районов. Здесь есть пекарня, большая-большая пекарня, где можно купить много всего вкусного. Ну и, конечно же, магазин. Шок здесь есть. В общем, ходит автобус до центра города 15 минут на автобусе. Не больше. В общем, вот так вот выглядит спальный район. И, кстати, этот район является одним из лучших в Турции по качеству жилья, по качеству территории. В общем, очень-очень классное место. Вот такая вот здесь территория, большая пекарня, даже несколько пекарен. Посередине здесь был фонтан. И вот, видите, Аюсбирж. Что у нас здесь еще? Шок и пекарня. Сейчас посмотрим, что есть в пекарне. Вот этот вот хлеб, его привозят обратно. Тот хлеб, который не продали, его привозят обратно. Афьенский хлеб, 5 лир, 3 штуки. В общем, для того, чтобы все было гигиенично, хлеб пакует вот такие вот пакеты. И здесь много разных береков, баклавы, в общем, вкуснятина невероятная. Ну, а мы купили хлеб и едем обратно в Аланье. Мы приехали в небольшой городок Кечиборлу. Здесь мы хотим перекусить. Этот город уже относится к испарте. Чорба изюр. В городке Кечиборлу мы еще есть. Никогда не были, но это типичный провинциальный городок. И, конечно же, в центре города всегда есть чайный, где сидят местные жители. Ну, а мы спросили, где можно вкусно покушать и нам показали вот этот небольшой ресторан, где продают, где готовят бюреки, супы и, конечно же, домашнюю еду. Вот так вот этот ресторан выглядит. И мы взяли суп. Хлеб. У меня мерджимек, у Айхана эзо гилин. Нам принесли салат, воду, конечно же, острый перец и вот такой вот свежий-свежий хлеб. Всем приятного аппетита! Всем приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»